всем привет дорогие друзья сегодня я делаю самые обычные простые классические муссовые пирожные такие как они должны быть в самом простом их варианте то есть здесь мусс маленький тоненький бисквитик и фруктовая начинка ну и сверху соответственно я покрыла их зеркальной глазурью можно покрывать велюром можно в принципе любой шоколадной другой глазурью я вот такие вот делала как половинки елочных игрушек очень ярко очень красиво и очень по-новогоднему на самом деле делается все намного проще чем кажется особенно если у вас есть большое количество форм для начала я испекла простой классический бисквит я вам уже сто раз показываю не буду на этом зацикливаться если хотите перейдите по ссылке и посмотрите внизу под описанием я оставлю ссылочку на видео с бисквитом самый простой его я тоненько разрезала пополам и выдавила с него кружочки для мусса у меня форма на 5 ячеек туда я буду использовать где-то мне будет достаточно на 200 грамм сливок начинки вот этой для начала я взбиваю сливки просто сахаром и ванилькой и параллельно замочила желатин для того чтобы он набухал для желатина нам понадобилось 25 миллилитров воды и 45 грамм желатина когда уже в сливке у меня взбились они начинают как бы такими красивыми пиками становиться довольно упругие в принципе держит форму растопила я микроволновке желатин я его замачивала в молоке для того чтобы не был водянистый прикус внутри у меня лучше конечно добавлять постепенно но так как я второй рукой снимаю поэтому влила весь желатин сразу и теперь перемешиваю со сливками вот такая вот у меня форма на 5 ячеек я заказала себе еще потому что очень неудобно мне надо было девятнадцать этих пирожных то по пять штук делать это очень неудобно так что заказала себе еще одну но если вам для пробы попробуйте взять начале одну меня эта форма очень выручает немного чего можно сделать мне прямо на очень нравится я другую себе заказала которая на 6 ячеек я выкладываю сюда свой мусс в принципе распределяю я уже так поняла что мне на 200 грамм сливок как раз вот их достаточно для того чтобы и немного и немало как раз нужное количество для того чтобы не все влезло сюда теперь буду выкладывать кули кули я уже рассказывала как я делаю делаю я в принципе все одинаково здесь у меня кули малина и яблоко 70 70 процентов где-то малинового пюре и 30 яблочного я его приваривалась вместе перетирала через сито ну и тому же как положено добавляла сахар пектин и желатин и замораживала потом резала на квадратики теперь после фруктовой начинки выкладываю наверх бисквит сюда кстати можно допустим какое-то именно вареньюшко положить и накрыть сверху бисквитом оно замерзнет но просто когда вы потом будете кушать она может у вас немножечко убегать но чисто теоретически можно положить просто обычная вареньюшко туда как начинку вы видите я придавливаю вдавливаю туда бисквит чтобы он у меня хорошо туда окунулся и не торчал по сторонам и теперь вот так вот ножиком приглаживаю сверху маленькая часть крема поможет нашему бисквиту не скользить и не ездить потом по подложке то есть они будут как бы приклеиваться немножечко поэтому я не убираю именно крем а я намазываю как бы сверху бисквит этот и вот так вот отправляю в морозилку до полного замерзания я отправила их на ночь в этот раз и утром теперь могу их достать не совсем удобно что форму это я немножечко придавила и вот такие вот у меня сверху получается вмятинки это ничего страшного в моем случае это как бы даже только плюс потому что мне нужно туда поставить верхушечку как бы крепление для елочной игрушки и вот такие вот у меня получается пирожники теперь их нужно полить зеркальной глазурью вы видите я использую решетку у меня нету специальной решетки поэтому пришлось достать решетку из холодильника хорошенечко и вымыть и на ней уже буду поливать поставила это все добро на тарелку на рюмочках таких чтобы она у меня сбегала и на тарелку я положила полиэтиленовый пакет потом когда у меня уже все это сбежит чтобы не выбрасывать то что у нас сбежала я это все вместе с тарелкой отправляю в микроволновку на 30 секунд она становится что сбежала более жидкая и я обратно его с пакетика просто выдавливаю обратно в банку если там нету никаких крошек то есть у меня крошек вообще там никаких не было поэтому очень экономно получается и очень удобно вот такие вот у меня синие шары получились вот эти вот штучки которые сбегают не знаю как культурное назвать в общем эти потюки которые сбегают я их заправляю как бы под низ туда ножиком что что получается как бы срезается то что не срезается но просто под низом там будет его не будет видно и вот такой вот как снежок цепляю это у меня кокосовая стружка вокруг нашего шарика пока глазурь липкая все прекрасно прилипает к ней вы видите приклеивается замечательно и выкладываю просто нам под ложечку очень люблю именно моменты здесь с поливанием глазурью меня прям он завораживает вы видите остатки у меня чуть-чуть зацепилась но она прекрасно все вытирается влажной тряпочкой давайте еще раз у меня здесь уже красные шарики вот так вот красиво я их поливаю они мне даже не красные вишневые я бы сказала и вот такая вот красота обожаю просто как она все сбегает становится блестящим красивым заказала себе еще новую форму в такой форме груш поэтому как только мне придут такие формы я обязательно сделаю грушевые пирожные когда у меня закончилась кокосовая стружка пару штучек мне пришлось сбоку посыпать и я у ребенка отобрала несколько палочек кукурузных перетерла их на терке и вот так вот сбоку посыпала очень замечательно получилось мне даже так больше стало нравиться более как пушистая что ли теперь я разрежу вам просто покажу какой внутри он у меня получился сверху пуптек вот этот я делаю из мастики она у меня не потекла и не потаяла прекрасно подсохла и никуда не убежала ничего не растеклось у меня на зеркальной глазури вот такой внутри получилось пирожное оно очень нежное очень вкусное такое нежно молочное и внутри кисловатая такая начинка если у вас начинка будет сильно сладкой будет приторно делайте начинку такую чтобы она была с кисленькой потому что у нас в довольно сладкий и глазурь это сладкая потому что она шоколадная со сгущенкой глазурь я уже тоже рассказывала как я делаю ссылочку оставлю в описании я думаю стоит попробовать обязательно такие штучки на новый год и вас всех с наступающим с вами был кекс до новых встреч пока пока и и Субтитры сделал DimaTorzok